24 команды из самых разных городов страны. На выходных в Красноярске прошел 10-й юбилейный кубок главы города по рэнби, будущие звезды овального мяча. За открытием спортивного праздника наблюдала Светлана Овсянникова, она пообщалась с чемпионами, взрослыми не очень, а еще узнала, кто из именитых гостей побывал на мероприятии. Подробности в сюжете. Один стадион и пять сотен юных спортсменов, 10-й юбилейный кубок главы города по рэнби открывается с торжественной линейки. В дружных рядах участники соревнований и ученики муниципальных спортивных школ. Я рад, что у нас проводится такой кубок. Я рад тому, что так много зрителей приходит на трибуны, так много ребят занимается рэгби. Позвольте мне 10-й юбилейный кубок будущие звезды овального мяча объявить открытым. Турнир будущие звезды овального мяча в Красноярске проводят с 2005 года. Одно из главных условий к соревнованиям допускаются юные рэгбисты не старше 12 лет. Этот кубок в России считается самым представительным среди детских команд. В этом году среди участников их 24. Регионы от Москвы до Хабаровска ребята из Новокузнецка признаются, серьезно опасаются спортсменов из нашего железнодорожника. Красноярские парни тем временем не скрывают, они спокойны и настроены исключительно на победу. Это самые сильные железнодорожные. У нас не знали шансов. На трибунах среди болельщиков не только родители юных спортсменов, но и взрослые чемпионы. Двукратная чемпионка Европы по рэгби Екатерина Казакова признается на кубок. Понаблюдать за состязаниями подрастающих звезд овального мяча пришла специально отмечать на встрою большинства ребят боевой. Они пришли все в хорошем настроении, все хотят играть, получить максимум удовольствия от этой достаточно волевой и мужественной игры. Почетным гостем спортивного праздника стал знаменитый борец Александр Карелин. Трехкратный олимпийский чемпион сначала с удовольствием поучаствовал в фотосессии с каждой из команд, а после отметил. Уровень развития спорта и регби в том числе в Красноярске вызывают уважение. Уровень достойный стадион, насколько я понимаю, из результатов в рэгби у Красноярска в самой лучшей стране. Поэтому все замечательно, молодцы, упорство, удачи. По итогам двух дней спортивных баталий все призеры получили ценные призы и подарки. А главную награду турнира, кубок соревнований, завоевали ребята из команды «Железнодорожник». Воспитанники спортивной детской школы Олимпийского резерва «Красный Яр». Светлана Овсяникова, Александр Шевелев, 7 канал, новости 24.